А как вот на самом деле и как они сейчас, год спустя, свои собственные прогнозы подчищают и пересматривают? Вот вы можете видеть, мы такие ключевые показатели, важные сейчас для экономики, вынесли в картинку номер 13. Ну вот прогноз по ВВП они пока оставляют на 1,3%, то есть вроде как угадали, хотя есть очень много оценок, что он будет ниже роста ВВП в этом году. Но они совсем не угадали с инвестициями, и мы видим, что вот красненький столбик это как по факту, как они закладывают вот уже сейчас в своем прогнозе на последние несколько месяцев и на итоги этого года, да, то есть может будет еще ниже. Но вот сейчас они уже признали, что по инвестициям их прогноз не оправдался, более того, мы вам в прошлой передаче рассказывали, как Росстат врет и приписывает инвестиции, то есть там все еще хуже. Прогноз по реальным доходам вообще просто в одном месте, я извиняюсь, да, то есть они прогнозировали, что хоть какой-то будет рост, 1% роста реальных доходов в этом году после 5 лет спада, реально вот сейчас признают, что рост ноль. Это в лучшем случае, ребят, в лучшем случае. Путин же поставил задачу на среднемировом уровне, что у нас рост ВВП был не ниже среднемировых темпов роста, да. И вот Орешкин, значит, бегает, бегает и всем везде обещает, что у нас скоро будет, значит, я ноль показываю, да, 3% ВВП он обещает. Вот, говорит, значит, вот подождите чуть-чуть там денег нет, но вы держитесь, но скоро у нас будет 3% роста ВВП. Вот мы просто хотели эти прогнозы прошлых лет наложить один на другой и показать, как эти переходящие 3% роста ВВП выглядят. Это все, знаете, мне это что напоминает? Это мне напоминает Льюиса Кэрролла, помните книжку Алиса в Зазеркалье, где там было такое варенье на завтра. И Алиса говорит там королеве, типа, а я могу его съесть сегодня? Она говорит, нет, его никогда нельзя съесть сегодня, потому что оно всегда варенье на завтра, да. Вот у нас примерно такая движущаяся мишень, это вот Орешкинские 3% роста, вот это вы видите на графике, да. То есть красненькая черта, это прогноз, который они делали 2 года назад. Они говорили, что вот уже сейчас и в 2020 году у нас ВВП будет больше 2% расти, да. А, значит, такая голубенькая линия, это вот то, что они прогнозировали год назад. И уже, видите, она пониже, они так все это как бы сильно подрезали и говорят, ну вот пока не будет расти, но вот дальше будет 3%. Сейчас вот дальше идет линия вот темно-синяя, это вот самый свежий прогноз в составе федерального бюджета. Они сократили рост ВВП на следующий, 2020 год, но вот дальше все обещают, что у нас эти 3% так или иначе наступят. Вот откуда они возьмутся, я, откровенно говоря, не пойму. У нас реформ нет, производительность труда низкая, прежде всего в неэффективном монопольном госсекторе, который все захватил. Капитал от нас бежит. Отток рекордный, десятки миллиардов долларов в год разница между притоком и оттоком капитала. То есть даже те деньги, которые в России зарабатываются, они вывозятся, да. Деловая активность абсолютно придавлена вот этим произволом силовиков, бюрократическим регулированием, теми же монополиями и так далее.